И поэтому, говорит дальше этот румынский заместитель генсекретаря НАТО, США нуждаются в своих европейских союзниках. То есть вот смысл существования НАТО, изложенный одним из его основных споуксменов и представителей. И таких высказываний огромное количество. Но что касается тоже из серии чистосердечных признаний, Джонсон сказал, что мы потеряем егемонию свою, Боррель, которого иногда прорываются откровения в виде цветущего сада, окруженного джунглями, недавно заявил, что, наверное, его что-то там расстроило, он нервничал, но заявил, что мы воюем не за Украину, а воюем за себя, не за Украину, а против России. Таких высказываний очень много. Вот в чем заключается эта история. То, что эстонцы грозятся разрушить озеро Байкал, завалить его скалами, но это уже комментировалось, это не может серьезно обсуждаться. Да Байкал-то от Эстонии далековато. Ну, у них сейчас какие-то новые дроны, они хвалятся постоянно. Но то, что эстонцы, литовцы, латыши, латвийцы, выдвинулись на передний край вот этих грозящих нам пальцем и говорящих о том, что мы направим солдат и будем воевать, ну, показывает и в известной степени существенную эволюцию НАТО в сторону от той поры, когда решающее слово все-таки было. Ну, у американцев понятно, но и у еврограндов. А сейчас Польша, Прибалтика, вот Чехия, вот эти ребята Болгарии в последнее время при нынешнем руководстве, они задают тон. Ну, и уже еврограндов.